Всем привет, это снова я, Маша Лустина, и я продолжаю свой цикл телепередач о своем актерском пути и о том вообще, что со мной происходит в этой связи. Это почти рэп. И о том, какие сложности и препятствия меня ждут. И в одном из видео я уже рассказывала о том, с чем вы столкнетесь, если решите стать актером после 20 лет. И одно из ключевых, это, конечно же, обучение. Я в этом видео расскажу поподробнее, как я не поступила, как я решаю этот вопрос, какое обучение я для себя выбрала, точнее, какой путь наметила, какие школы я рассматриваю, как я их выбирала, как я готовилась к вступительным экзаменам и что из этого вышло. Когда я говорила о том, что есть фактическое образование, а есть формальное, когда оно как бы одно не исключает другого, но тем не менее есть учебные заведения, которые подразумевают, что у тебя еще будет какой-то диплом или корочка, а есть просто хорошие школы. Я узнавала и у актеров, тех, кто, ну, непрофессиональные актеры, которые развиваются в этом, и у кастинг-директоров, и много-много у кого, ну и, скажем так, собирая эту информацию, я определила для себя ряд учебных заведений, в которые я хотела бы попасть. В начале этого списка стоит школа драмы имени Германа Седакова, или школа драмы Германа Седакова, имени, не знаю, так обычно говорят про улицы. Школа драмы Германа Седакова. В частности, у каждой школы, у каждого заведения есть свои правила для поступления в эту школу, ну, каких-то, я не знаю, там, курсов или занятий вообще нету, никаких вступительных прослушиваний, экзаменов, собеседований и так далее. В школе драмы Германа Седакова есть вступительные испытания. Они состоят из трех туров. Первый тур, соответственно, когда все приходят, и необходимо подготовить некоторое количество басен, некоторое количество прозы и некоторое количество стихотворений, ну, минимум три. Дальше идет второй и третий тур, который предполагает различные упражнения, этюды и работу в парах. Я определила для себя свою программу, то есть то, с чем я буду поступать. Вот какие произведения я выбрала. На самом деле, это тоже был довольно долгий процесс. Был день, когда я просто целый день с утра до вечера читала все басни Крылова и выбирала те, что мне нравятся. Со стихотворениями было легче, но тем не менее, стихотворение, которое мне понравилось больше всего, которое я читала Эдуарда Осадова «Гости», я нашла одним из последних. И вся проза, которую я взяла, это современная проза, а один монолог, это вообще монолог из короткого метра фильма, в котором я недавно снималась. Я стала намного счастливее, когда умерла. А люди просто обожают беременных. Мартин Паш, как я стал идиот. Я всегда верила тому, что мне говорили, но так ничего и не добилась. Письмо Татьяны к Анеке. То вышлем суждено совете, то воля неба, я твоя. Кончаю. Крестьянин суд позвал овцу. Он уголовную взвел на бедняжку Део. Я распечатала всю свою чтецкую программу. Вот сколько она у меня заняла места. И я сделала разбор произведений, но по большей части разбирала прозу. И делала я это по методу, описанному вот в этой книге. То есть я определяла для себя сверхзадачу героя, сценическую задачу, препятствия, которые перед ним стоят. Потом я разбирала, где подразумевается эмоция, что чувствует персонаж, какой подтекст на самом деле заложен в тех строчках, которые есть. И у меня вышел довольно объемный разбор. Мне кажется, что я разбирала где-то по монологу в день. Черновики наши... Ой, это что-то уже... Я не знаю. Я все это выучила наизусть. И я чувствовала себя довольно уверенно в подготовленной программе. Я была записана на самый первый день первого тура. Всего таких дней было 4. И в мой день было 80 человек, кто пришел поступать на актерское направление. Давайте теперь окунемся в этот день, и я покажу небольшой репортаж с места событий. Я поступаю в кинотеатр. Ты что с камерой? Это все. Официально сегодня планирую брать прическу. Ты заходишь один в аудиторию, где сидит приемная комиссия, и где еще сидят ребята, которые либо еще учатся, либо выпускники этой школы. Сейчас она видит, и я пойду. Я зашла сюда. Меня попросили прочитать то, что я приготовила. Я начала читать стихотворение. Читаю два абзаца, мне говорят спасибо, достаточно. Теперь прозы. Я начинаю читать прозу. Я, мне кажется, читаю где-то один абзац. Мне сказали, ну и басня. Я такая, интересно. Читаю басню. После чего мне задают вопрос, вот вы нигде не учились, мы видим, что вы снимались у режиссера Иосифова. Я говорю, ну я снималась в групповке. Такие, все, спасибо, есть ли у комиссии вопросы, а вопросов больше нет. Именно в этой школе есть еще дополнительные импровизационные задания. Тебя просят показать либо какое-то животное, либо какой-то вид транспорта, либо финтифлюшку. Это какая-то излюбленная у них история. Но меня не попросили ничего из этого сделать. А также меня не попросили остаться и помочь какому-либо из режиссеров, которые там были, некоторых актеров, просили это сделать. То есть у режиссеров они тоже поступали, и у них было задание подготовить этюд. Меня не просили сделать ни то, ни другое. И я тогда подумала, что, ну, видимо, им все и так понятно, только непонятно в какую сторону. То есть все либо очень хорошо, и типа нет смысла на вас еще смотреть, либо все очень плохо, и нет смысла даже смотреть финтифлюшку о вашем исполнении. О, блин, не знаю, я все рассказала. Никакой пантеры, никого. Сказали все, идите домой. Это супер. Думаешь? Но оказалось, что это второй вариант, потому что пару дней назад я получила на почту письмо о том, что, к сожалению, нам очень жаль, но мы не можем пригласить вас, значит, на второй тур. Вы самое слабое звено. Прощайте. Конечно же, обидно. Конечно, это бьет по твоему какому-то самоощущению, по твоей уверенности в себе в том числе. Мне казалось, что я делаю все органично и хорошо, но, видимо, мне казалось, либо мы просто не совпали с педагогами, либо мой типаж не подходит под реализацию каких-то задач, которые не запланировали. Я знаю, что такое тоже бывает. Как бы я не буду скрывать, что мне было обидно, мне и до сих пор сейчас обидно, потому что я-то думала, что я такая клевая и крутая, и могу поступить вообще с первого раза, и вообще я уже год занимаюсь так или иначе, прокачиваюсь, и ноль. Смотрите, да, мы всего извлекаем плюсы. Во-первых, у меня есть уже опыт вот такого довольно стрессового испытания. Ну, скажем так, это был такой приятный стресс, приятное волнение, ожидание. Там было очень много ребят, и мы со всеми болтали, много с кем познакомились, и я как будто омолодилась, мне как будто снова 18-20, какой-то такой вайб. Меня уже давно никто вот просто так впрямую не оценивал. Ты выходишь, показываешь, на что ты способен. Это был классный опыт в любом случае, и я за этот опыт благодарна. Еще есть плюсов, что у меня как бы готова программа для поступления в другие места. У меня есть уже база. Поэтому такие дела, это еще одна история про то, что у меня что-то не получилось. Но мне кажется, что такие истории нужны, такие истории нас формируют, делают нас теми, кто мы есть. И вопрос в том, как мы справляемся с этими неудачами какими-то, какие мы делаем выводы. Кстати, давайте я вам напомню еще раз свою читерскую программу. Вот она здесь. И я хотела записать несколько произведений, которые я готовила для этого YouTube-канала. Поэтому напишите в комментариях, что бы вам хотелось из этого послушать в моем исполнении. А если здесь будет ноль комментариев, то я выберу сама. Не надейтесь, что я ничего не запишу. Я не ставлю на себе крест. Более того, что сейчас, после того, как я закончу записывать это видео, я поеду на собеседование в центр Михаила Чехова. Это другая школа. И посмотрим, как все пройдет сегодня. Может быть, все случилось так, как и должно было быть. И я попаду именно в то место, не знаю, которое мне откликнется, где я всем подойду. И все подойдут мне. Но если мне и там скажут спасибо, все, мы вам перезвоним. То, не знаю, я уже тогда буду думать, конечно, что с ними совсем не так. Ой, я не тот телефон взяла. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я подумала, что справедливо будет продолжить это видео спустя время. Я не поступила, да, в школу драмы Герман Седакова. Но после этого я спустя пару дней, видимо, не знаю, для того, чтобы они поняли, что они потеряли. Как бы у меня же был, да, этот перечень. И я говорю, я тогда куплю сразу два обучения. Сейчас буду говорить, как какая-то бабка. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Мне они взяли в школу, и я пошла на два других обучения, которые просто супер. Итак, первое обучение о нем я уже не знаю, в каком порядке я буду все выкладывать. Это такой небольшой месячный курс, называется он про кинопробы. Большую часть которого вела у нас Лена Корнеева. Ну, в целом, как бы это ее курс. И это было полный супер. И о нем я расскажу просто в отдельном видео. Потому что я пригласила Илью, и он там немножко поснимал всю нашу атмосферу и все, что мы там делали. А вот что касается образования, для которого я хотела поступать в школу драмы, то есть такое прям, чтобы у меня было, что я знаю базу, я... Буквально через несколько дней я посмотрела и увидела, что в таком месте, как Центр Михаила Чехова, объявляется набор на базовые курсы актерского мастерства, которые длятся целый год. И я просто заполнила свою анкету, и меня пригласили на собеседование. Что в корне отличается от того, как проходило поступление в школу драмы. Я понимаю, это разные подходы, но тем не менее, это было собеседование, в рамках которого мой нынешний уже мастер, Владимир Григорьевич Пайчер, беседовал с каждым из тех, кто хотел бы поступить в школу, спрашивал, почему он это решил сделать, чем вообще он занимается в миру. У меня сейчас в группе довольно много взрослых людей, ну то есть я уже, да, взрослая, а есть кто еще взрослее меня. В общем, он спрашивал, почему мы решили это делать, какие у нас планы, какие у нас амбиции. Мне нужны амбициозные ученики, которые не просто как хобби хотят, да, этим заниматься, то есть хобби это не сюда, это куда-то в театральную студию, а кто хочет строить именно актерскую карьеру, кто хочет развиваться в этом. И я такая, да, это я. И после собеседования он попросил как-то себя показать, вообще не было никаких ограничений, хоть пой, хоть танцуй и хоть читай стихи. И как раз у меня был, да, загашничек из моей программы, из которой я поступала, я взяла стихотворение Эдуарда Садова, «Гостья», и прочитала его. После чего мне дали задание показать страх, ну то есть там был небольшой такой этюд, я показала с партнером. Нам, кстати, сказали, что это был чуть ли не единственный раз, когда это собеседование было коллективное, потому что у них было очень много дел, и мы все там вместе общались, так оно проходит индивидуально. Это тоже, мне кажется, такой моментик очень важный. Она показывает какое-то отношение, что ли, к человеку, который намеревается обучаться. Мы все вышли, соответственно, зашли обратно, и я узнала новость, что со мной готовы сотрудничать, что я в целом молодец, но, он сказал, есть очень много, над чем нужно работать. Я говорю, ну для этого я и здесь. И вот я уже учусь в этой школе. Можно оставить февраля и смотреть, куда я иду. А все потому, что сегодня мой первый день занятий санта Чехова. У меня занятия три раза в неделю, вторник, четверг, суббота, еще куча разных мероприятий. Там в понедельник у нас киноклуб, мы постоянно ходим на спектакли либо выпускников, либо тех, кто сейчас учится. Там то какие-то встречи, то мастер-классы. В общем, помимо самого обучения, еще очень много событий вокруг этой школы, какого-то движа, и мне очень нравится. Мне очень нравится подход. Я думаю, что спустя некоторое время, ну я надеюсь, что спустя некоторое время мне разрешат, и я сниму что-то типа небольшого влога о том, как проходит моя учеба там. Такие дела. Это все новости к этому часу. Так что, если хотите, узнавайте новости и дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии. Поздравляем, Машка! И до новых встреч!